Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксенанс, и это, конечно же, рубрика фишечки, которую вы давно ждёте, друзья, тянуть не буду, и поэтому поехали! Итак, первое, с чего мы начнём, конечно же, это то, что колодец на 85-й карте у нас апнут, об этом я уже говорил, CM-ка не может у нас морозить колодец, это уже, в принципе, недопустимо. Также у нас не работают от колодца всякие способности, которые работают в 83-й, такие, как, допустим, у нас моментов Каураги, типа, вот эта вот контратака нашего легиона, она тоже не работает, и также Урса не может стакать на колодце теперь свой третий, чтобы изи разбивать его, то есть для того, чтобы задушить сейчас колодец, требуется немного больше усилий, но это я, в принципе, уже говорил, я думаю, все это знают, поэтому теперь не удивляйтесь, если CM-ка пишет в 85-й карте, Го, колодец, я заморожу, а вы такие скажете, а нет, так не работает, я смотрю фишки Азеса, поехали далее. Следующая фишка у нас будет касаться того, что у нас теперь добавлены некоторые иконки артефактов, новые, не просто дефолтные, как вот этот, допустим, ящичек, а теперь у нас Рапира и Аегис и Сыр имеют вот такие вот картинки, ну и гем, конечно, тоже немного преобразился. Насчёт гема Аегиса и Сыра я уже это показывал, но ещё есть Рапира, посмотрите, как изменена Рапира, такая прикольная меч, такой просто стоит. Но мне иногда кажется, что его хитбокс очень неприятен и тяжело на неё кликать, на эту Рапиру, поэтому это создаёт некоторые неудобства, когда вы пытаетесь её подобрать. Вот такая мини-фишечка и, в принципе, поехали далее. Следующий, друзья, баг у нас какой-то немного странный, на самом деле, на лоу хп, когда Бара у нас нажмёт чардж под ласт ворном, произойдёт что-то неописуемое. Вот такая вот у нас идёт приколюха, у нас животнич начинает бежать люто, непонятно куда, то есть он как бы этот животнич умер уже, но он всё равно продолжает бежать на ту цель, которую мы указали ему. И вот так вот он прибегает, башит и вот это тело остаётся. При этом это тело даёт вижен и оно будет стоять до тех моментов, пока Бара не резнится. Не знаю, чем это будет вам полезно, но вот так цель можно настигнуть, немного подстанеть и поднасолить оппонентам. Следующая фишка, друзья, у нас будет касаться статик шторма у нашего трала, конечно же. Все мы знаем, что ультимейт трала накладывается немного с задержкой и, соответственно, если вы попытаетесь отсюда уйти с помощью дефолтной вот такой комбинации, вы не успеете, находясь уже, будучи находясь в статик шторме, вы просто не успеете уйти с ультимейта. Но у меня была такая ситуация, конечно же, я убегал от оппонентов и, заюзывая вот так вот юл, сейчас я вам покажу, смотрите, я убегаю от оппонентов, заюзаю юл и трал ставит меня ультимейт. И я ухожу спокойно с даггера. Задержка ультимейта трала имеется там примерно 0.5 секунд и за это время вы спокойно успеете уйти на даггере. То есть лично у меня на инвокере было так. Я поднял себя на юл и через шифт нажал ку-ку-в-р и оставалось только нажать чётко в. После того, как я спустился с юла, я нажал просто в и всё. И ушёл в инвиз во время того, как работал статик шторм. То есть если всё очень быстро нажать, то, конечно же, всё очень легко будет работать. Вот так вот если трал подумает сбить вам юл ваш, вернее не юл, а ваш даггер, то, соответственно, у него ничего не получится. Держите в курсе. То есть если вы играете на трале, то у вас не получится сбить ультимейтом вот такую вот небольшую комбинацию. Если парень уже в яуле и там есть даггер. Но если, если, если вы поставите статику и попытается Сайленсер вот так вот уйти, у него не успеет откодешиться даггер, конечно же, и он тогда не уйдёт. Держите вот эту фишку в теме. Следующая фишка у нас заключается в том, что, конечно же, яйцо Феникса может добить свой союзник. Не обязательно даже доносить ещё одну вот эту тычку ластовую. То есть вот этот один удар остаётся, когда у нас даже не обязательно доходить до того момента, чтобы Фениксу оставался один удар. Можно даже до ласт хитить, когда у него там остаётся две тычки. Можно до ласт хитить, когда остаётся там одна тычка. И я уже вижу, как вы прикалываетесь, ребятки, и в игре добиваете союзные яйца Феникса. Это, конечно же, не очень хорошо, но имейте в виду, что так можно делать. Даже не обязательно доводить до последней тычки. То есть, смотрите, сейчас мы пропишем респаун, степешим сюда Феникса, и когда останется две тычки ластовую Фениксу для того, чтобы его добивать, конечно же, я смогу с Тайленсером союзным его добить. То есть, смотрите, я вхожу в процентовочку вот в эту, которая, знаете, как у товаров на ласт хит. Я не помню, сколько там, 12 или 13 процентов ласт хит тавера, и он открывается. Тут, в принципе, та же самая механика, я думаю, и вы можете спокойно добить яйцо своего союзного Феникса. Так что вот такая тема. Следующая фишка будет у нас касаться Абадона, с помощью которого мы будем диспейлить все свои, так сказать, негативы. Ну, именно Абадона это будет касаться, ребятки. Абадон, находясь в своем ультимейте, может подснимать множество негативных вот так вот бафов, выразимся. Ну, это, в принципе, я рассказывал на недавнем гайде, который у нас был. И, соответственно, в чем прикол? Когда я просто получаю Хекс, Абиссал или там еще какие-то способности, я могу это на пассивной основе снимать. Все это знаем. Но, так же я могу снимать на активной основе. Но, могу снимать, но, не могу снимать, но, могу снимать, но, а вы думали, я завис, а я не завис. Школьные шуточки, т-т-т-т. Смотрите, в общем, я могу снимать по ходкею любую из этих кнопок, кроме, конечно же, Хекса. Когда нам накидывают Хекс, я могу только на пассивной основе снять этот Хекс. То есть, если Хитпоинты опустятся меньше, чем 400 HP. Но, 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 смотрите, что у нас тут имеется. Когда нам кидают Юл, мы нажимаем Б, и, конечно же, спокойно по ходкея можем выйти. При этом у нас ультимейт активируется. И, если нас будут атаковать, на нас нету эффекта, что мы находимся в ультимейте. И, конечно же, если мы будем получать какой-то урон, соответственно, мы будем захиливаться. Вот такая вот приколюха. Также это работает против Абиссала. Смотрите, накидывается Абиссал, мы нажимаем ход КБ, и по ход КБ спокойно просто снимаем этот негативчик. И поехала у нас драка. То есть, чтобы не тратить определенные там секунды, 2-3 секунды, вы можете по ход КБ просто разбудить себя, и будет все огонек. Также есть у нас тут еще фишка. Когда у нас у Абадона лоу ХП имеется. Вот такие вот лоу ХП. И вы попытаетесь на него накинуть Юл в тот момент, когда у него есть ультимейт. Смотрите, что произойдет. На него Юл не накидывается, нет эффекта ультимейта, и при этом у него все работает. То есть, Юл на лоу ХП, на Абадона вы не сможете закинуть, если там есть ультимейт. Как это работает, я не понимаю. На самом деле, просто у нашего Абадона ультимейт еще не включился. И вы такие, ага, сейчас я инвокером санстрайк ему подкину, и все будет хорошо. Но это так работать у нас не будет, ребят. Так что поехали к следующей фишке смотреть. Следующая фишка, друзья, очень старенькая, но она не менее актуальна. Те персонажи, которые имеют большой ченнелинг на ультимейты, могут, в принципе, юзать артефакты, которые у них есть в слотах. Такие артефакты, как Армлетт, такие артефакты, как Лотар, Шива и так далее. Больше ничего, вроде, по-моему, юзать нельзя. Я, если честно, уже не помню. То, что на данный момент вспомнил, сейчас это указа. То есть, когда вы кастуете ультимейт на СК, вы можете в это время армлетить. Также, когда вы кастуете ультимейт, вы можете нажать Шиву. Также, когда вы кастуете ультимейт, вы можете спокойно зайти в Лотар. Эту тему на СК, в принципе, и в старых фишках я эту тему уже также показывал. Также на Вич Докторе, когда вы ультуете, вы можете юзать спокойно Армлетт, при этом нажать еще и Шиву. Ну, и можете, конечно же, зайти еще и в Лотар во время ультимейта. Это очень просто. Ну и Энигма это также, в принципе, работает, когда вы кастуете у нас ультимейт, вы можете армлетить, еще и зайти в лотар, но когда вы уже нажмете после лотар армлет, то, естественно, лотар у вас собьется, это работа лотара. Так что вот такая, ребятки, тема, пользуйтесь. Также во время ТПшек еще можно подъюзывать у нас армлет, это вы тоже, в принципе, помните. Ну и, конечно же, во время ТПшки можно еще подъюзать Шиву, и вот такая вот приколюха. Следующая фишка, друзья, у нас тоже старенькая, я ее тоже давно показывал. В случае, если вы стоите инвокером против Сайлензера, конечно же, если на вас накидывается первый спелл от Сала, то вам достаточно просто перекастовать то же самое, что у вас стояло с помощью книжечки и сферы. Допустим, у нас стоялся на страйке, опять мы нажмем R, когда у нас стоит E, 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 и сразу же мы собьем вот эту курсу. При этом мы даже не потратим маны, смотрите, на нас накидывается спелл, и мы сразу же снимаем, просто нажимаем. Хотки R это баг или нет, я не знаю, но также еще есть такая приколюха, когда вы играете на инвокере, если вы вот так будете просто нажимать R, посмотрите, что происходит со стиками Сайлензера. Смотрите, мы просто заполним ему стики, оп, заполнили, хорошо, нажали, оп, еще нажимаем R, еще заполняем. То есть вот такая вот у нас приколюха есть, ребятки, поэтому тоже не забывайте о этой теме, что вы можете так халявно наполнять оппонентом, чуть не сказал союзником, вот эти стики. То есть у вас не снимается мана, но считается, как будто вы юзаете магию и, конечно же, заполняете стики. Так что будьте аккуратнее и делайте все с умом. Следующая фишка у нас будет касаться Деварнинга, которую я также уже показывал, но тут я хочу акцентировать внимание на том, что пофиксили наконец-таки регенерацию с Тангусов. Давайте посмотрим, как мы по обычному будем регениться с Тангусов. Вот здесь вот, образно говоря, встаем и ждем, пока у нас герой зарегенится. Посмотрите, как медленно идет реген. Все вы помните, в старых фишках я показывал, что можно Тангусами у нас хавать варды. Вот такие вот варды обычные, которыми мы вардим. Как видите, вот я предоставляю вам возможность узреть, какой у нас был реген. Даем две тычки Сайленсером. Оп, инвокер отходит. И теперь, когда мы будем Девардить и скушаем Тангусом, допустим, вард оппонента, посмотрите на этот реген. Посмотрите, как он пошел. И сколько мы поднимем себе хитпоинтов. То есть Тангус начинает работать в два раза сильнее. Также это работает с Абсервером. Если вы скушаете Абсерв, то, соответственно, хп реген у вас будет тоже очень высокий. Посмотрите, как у вас зарегенено. У нас просто вот так зарегенено. Для просто посмотрите вот эту запись, ребятки. Посмотрите, как регенятся эти инвокеры. Если этот левый инвокер регенится очень медленно, то вот этот инвокер, который справа стоит, он регенится намного быстрее. Вы просто посмотрите на эту тему. Именно на этом я и хотел акцентировать внимание. То есть, если вы видите вражеский центри или опс, скушайте его Тангусом на меду. Если вдруг вы деретесь за Варн. И, конечно же, это принесет вам больше импакта. Следующая фишка у нас, друзья, интересная. Когда вы видите в оппонентах Леорика с Агонимом, это значит, что на 7 секунд Леорик будет позволять своим союзникам пожить немного дольше после смерти. И, соответственно, нажимать кнопочки. Но инвокер может эту всю тему пресекать. Смотрите, мы сейчас добьем с Торнадо, просто давайте Хаоса добьем, на него также действует вот эта Reincarnation Aura. Добьем Хаоса с Торнадо и воспользуется ли он этой темой? Он не может воспользоваться вот этой темой от Агонима. Также Леорик не может этой темой пользоваться. Если, смотрите, давайте проведем тест. Я просто добью вот так вот Леорика с руки, то Агоним работает. Напишем Re, соответственно, сейчас Леорик умрет от реинкарнации. То есть он вот так вот умирает, резается, вон головешка лежит. Хорошо, встает. То в следующий раз, когда мы его сейчас будем убивать, то, соответственно, у него должен сработать ультимейтный вот этот Агоним. То есть, соответственно, 7 секунд Леорик еще должен пожить. Но если он умирает с Торнадо... Смотрите. У него не работает этот Агоним. Тогда какой смысл? Правильно? Какой смысл? Получается, чтобы законтрить Леорика с Агонимом, просто юзайте Торнадо. И, конечно же, Леорик не сможет воспользоваться своим Агонимом. Также, друзья, убрали еще эту тему с Огра и с Леорика, что если теперь выкидываешь Агоним просто так, то уже не работает пассивная основа. То есть, как было. На Огре есть Агоним, и, соответственно, он добавляет вам еще один вот этот Fire Blast. То, соответственно, он не будет работать, если вы выкинете Агоним. Он сразу же спел этот убирается. Также и у Леорика Аура, к сожалению, теперь тоже убирается. Это пофиксили. Так что, вот такая вот вам небольшая информация. Нейрук, находясь в инвизе, может разбивать артефакты. При этом не выходя из инвиза. Следующая фишка, друзья, у нас будет касаться Оракла и мин минера. Есть такая приколюха, что когда Оракл взрывается во время своего ультимейта на минах, то у него всегда останется один ХП. При условии, если Оракл не получал никаких еще уронов, там, допустим, с руки, или там Крип ударил еще, допустим, или минер там подошел ударил, или другой оппонент ударил, то всегда Оракл у нас будет выживать. Как это работает, сейчас буду показывать. Смотрите, давайте показательно взорвем одну минку от минера и посмотрим, сколько ХП останется. Посмотрите, я почти умер с одной мины, с одной ремоута. У нас тут ремоута в троечку, и, конечно же, есть агоним. А теперь давайте тестить. Ставим ремоуты. Две. Три. Четыре поставим и хватит. Ставим четвертую. Тут четыре ремоуты сейчас находятся. Это примерно полторы тысячи урона. Ну, чуть-чуть больше даже. И Оракл у нас скизает ультимейт, и минер взрывает. Посмотрите. Я сейчас получил огромное количество урона. Просто огромнейшее. И у меня все равно остается один ХП. То есть это так и работает. Вы никогда не умрете так Ораклом, если не получите еще какой-то урон. Также это будет работать с первыми минами минера. И я не знаю, почему это так работает, но это так работает. Не знаю, ребятки. То есть это такая механика. Накидываем мины. Смотрите, я даже тут кучу огромнейшую сделал. Мины у нас тоже в четверку. И если Оракл также забежит в ультимейте, то он не умрет от них. То есть, соответственно, что из этого стоит выжать? Когда вы играете против минера, можете спокойно ходить по рунам, накинув на себя ультимейт. И, конечно же, не бояться, что вы умрете. Только главное, главное не получать больше урона. Но в противном случае получится вот такая история. Смотрим. Ставлю даже две ремоуты и просто спокойно взрываю без ультимейта. И получается вот так вот. Оракл умирает. Если с ультимейтом вы не умираете даже от четырех мин, то, к сожалению, вот так вот вы умрете даже с двух. Вот такая фишка, ребятки. Делайте с ней что хотите. Следующая фишка, друзья, у нас простенькая. В случае, если вы заходите в зомби лэмп, то, конечно, вы можете закинуть минас в зомбика. И, конечно же, вы с него получите золото. И получите, конечно же, экспириенс. Хотя вы вообще не должны получать экспу зомбиков. Но вы получите, если закинете в него минас. При этом вы получите, смотрите, если 5, 500, 5, 710 у нас есть. И сейчас мы посмотрим, сколько у нас будет даваться, будет даваться экспы, если вы просто затрансмутите этого зомбика. Если у нас тут 5, 710, да, сейчас мы посмотрим, закинем, сколько дастся экспы. 5, 710 и 5. Ну, где-то вот 70 экспы и дается, кстати, за зомбика. При этом вы еще могли заметить, что с пассивки алхимика вы также набиваете себе золото с этих зомбарей. Я, если честно, кайфую, когда играю на алхимике против зомбика, когда вот эту тему немного подобузиваешь. Конечно, подобуживаешь, что это вообще кайф. Посмотрите, как золото идет. Если даже сейчас СТ напишем, 1100 золота, я уже наколотил здесь. 1143, 1179. Это очень прикольная тема. Ну и, конечно же, юзайте две эти фишки, что можно минас закинуть зомбика, и при этом вы все получите. Но зомбики, они очень такие, знаете, не знаю, как можно на 83 закидывать эту тему, можно или нет. Но на 85-й я хотел вот это уточнить, что зомбики, они очень ватные, и может не долететь медас. Но забыл, что на 85-й карте теперь медас не летит, а просто прилетает в одну точку и сразу же мгновенно трансмутит. Так что, ребятки, пользуйтесь. Также, ребятки, хотел, пользуясь случаем, проверить еще, сколько нам будет даваться золота с бонуса алхимика, а именно 65-й минуты, и сколько мы получим золота. На 65-й минуте с одной монетки мы получили 920 золота. Посмотрим, сколько мы получим примерно на 90-й минуте. Проверяем. На 74-й. 1010 копеечек. На 85-й минуте 1120 золотых. Ну и что ж, и самое время, друзья, проверить, сколько мы получим золота с гоблин-грида, конечно же, на 100-й минуте. 1270 золота. То есть, получается, если на 65-й, на 65-й мы получали 920, а сейчас получаем уже почти 1300. Прошло 30 минут. То есть, получается, каждые 30 минут золото увеличивается на 400 единиц, где-то плюс-минус. То есть, получается, если будет у нас примерно так, математические расчеты. Так, секунду. Сейчас мы посчитаем. Ну, в общем, давайте возьмем так. 920 на 60-й минуте мы получали и 1270 на 100-й минуте. Это значит, что каждые 35 минут, ну давайте возьмем 30 минут, золото с монеты увеличится до 350. Следовательно, 350 это будет у нас за 5 часов и 6300 за 10 часов игры. Вот такая вот статистика. То есть, для того, чтобы получить полноценный слот с одной монетки, вы должны играть в доту около 10 часов. Так что, вот такая вот у нас небольшая статистика. Надеюсь, я посчитал правильно. Я у мамы не математик. Те персонажи, которые находятся под ультом Леорика, могут двигаться сквозь текстуры. И, в принципе, для них никаких не будет проблем просто забежать на ХГ куда-то и, конечно же, там сдохнуть. Не знаю, зачем это сделано. И, по-моему, когда я обозревал Аганимы, такой приколюхи не было. Смотрите, я залез сюда в леса и, конечно же, у меня все получилось. Давайте еще раз посмотрим на эту приколюху. То есть, когда Леорик просто использует свой Аганим для помощи своим союзникам, то тут такой прикол, что вы можете просто вот так перемещаться. Ну и, конечно же, если вы подберете АЕК во время того, как будете так умирать, конечно, вы выживете. Не знаю. Если честно, когда я обозревал Аганимы, такой приколюхи не было. Ну и вопрос, конечно же, для наркоманов. Сколько Урса сможет у нас настакать урона? Давайте посмотрим. Если у нас было 170, то сейчас мы будем стакать. И посмотрим, сколько Урса у нас настакает дамаги. Погнали. Смотрим. Жестко тралла душа. Тралла вообще хп не отменяется. Не отнимается, вернее. Смотрите, 1100 уже. 35 тычек. 1500. 45 тычек. 50. До 50 тычек у него стакается дамага. Урса, посмотрите, 1600 урона он наносит. И следующая тычка будет у нас обычная. Конечно же. 220. Но вы все знаете, что в принципе варьируется урон. И тут также можно переключиться на опять эту цель. И опять настакать. А, смотрите. Вообще сломалась, да? Мы не стакаем теперь. Лол. Я пассивку Урса сломал. Понимаю. Как это работает? Не понимаю. Так, от Рошана работает. Хорошо. Вот здесь мы должны продолжить стакать, когда будем атаковать. Но пассивка на него не работает почему-то. Посмотрите. Ладно, давайте охладим Трала немного. Пусть у него эта пассивка спадет. Странно, но на Роша все работает нормально. Очень даже хорошо работает. Я бы даже сказал. Полностью отлично стакается. Давайте попробуем. Если что, Рошу немного не подслить. А реставрить ему хитпойнты. Тоже 50 тычек, по идее, проапаемость. Все должно быть хорошо. Сейчас у него только бафс пойдет. Так. 50 тычек почти настакали. Там у Трала уже упала, да? Все, 50 тычек настакали. Все работает отлично. На Трале сможем снова настакивать? Да, настакиваем. Не понимаю, почему в прошлый раз не получалось. Но, в общем, до 50 стаков. Это у нас примерно 1500 урона. Ну, 1400. Вы сможете на урсе настакать. Так что держите в курсе. Всем это было интересно. Я думаю, многие спрашивали. То же самое, что спрашивают. Сколько сайленсер может апнуть инты? Сколько может путь апнуть силы? Про пуджа я уже тестил. И про сайленсера я тоже уже тестил. Ребятки, смотрите. Это в прошлых фишках. Сайленсер интеллект вообще в минус может загонять. А путь апает бесконечно просто. Путь может апать до бесконечности свою силу. То есть он будет жирнее, 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 жирнее. Чем дальше играть, тем больше он сможет проапать. Следующая, друзья, фишка для тех, кто не смотрит гайды. Во-первых, когда у вас заканчивается вот так вот инвиз. То есть вы пробегали все 60 секунд. И нажимаете снова инвиз. Перебафать, чтобы у вас не получится ничего сделать. К сожалению, почему-то инвиз спадает. Спадает. То есть для того, чтобы перебафать инвиз. Вы должны сначала выйти с него. И потом нажимать снова виндволк. Это не работает так, как у баунтихантера. Это не работает так, как у кого-то еще, как у бойника. Вы просто теряете здесь инвиз. Я не знаю, почему этот баг тут работает. Но он, к сожалению, актуален на данный момент. То есть у меня я столкнулся с такой проблемой. В игре. Я бежал. 60 секунд проходит. Я смотрю, ультимейт уже откатился. Снова нажимаю инвиз. И по идее инвиз должен перебафаться. И время должно снова пойти. Но, к сожалению, почему-то просто инвиз падает. И уходит в кд. То есть если это работает на баунтихантере. И работает на баунефлетчере. То на нерубе анассасине это не работает. И тут обязательно нужно выйти с инвиза. И снова зайти в инвиз. Если там это было не обязательно. То здесь это обязательно. Ну и, конечно же, самая распространенная тема. Это то, что когда вы находитесь в инвизе. О, смотрите, сразу сбился. Что за бред? Баг какой-то. Как-то непонятно. У него виндволк работает. Поломался, короче. Видели? Просто персонаж вышел с инвиза. Вот. Смотрите. Самая распространенная тема. Ну, конечно же, фишки все смотрят. Гайды не смотрят. И, соответственно, карапас не сбивается у нас во время того. Вернее, у нас не сбивается инвиз во время того, как мы нажимаем карапас. Во время вот этой всей беготни в инвизе. То есть как мы разбиваем артефакты. Так же мы можем нажать карапас спокойно. При этом он будет полностью рабочий. И с инвиза вы не выйдете. И сможете дальше побежать куда вам угодно. Следующая фишка для тех, кто любит играть на Вичдокторе, но не любит на Рубян Ассасинов. Все вы знаете, что БМ не работает на Дезвард. То есть считается, что Дезвард это источник урона. Соответственно, весь урон будет возвращаться Дезварду. Но есть такой прикол, что Дезвард очень легко сбивается просто банальным нажатием карапаса. Я не понимаю, как это работает. Ведь стан должен приходить в вот этот Дезвард Вичдоктора. И Вичдоктор не должен станеться. Но, к сожалению, он станется. То есть вы можете спокойно на Рубян Ассасином сбить этот противный Дезвард, который будет вас просто душить. Так что пользуйтесь. Ну и на этом, к сожалению, друзья, все. Фишечки подошли к концу. К сожалению, фишки уже прям вот так вот их шкребешь. Где бы, чтобы найти какой-то баг интересный. Недавно был баг на СФ, что у него души не слетали и не работал ультимейт. Но это тоже пофиксили уже. Я это все смотрел. Но не суть. Ребятки, в общем, на этом все. Пишите в комментариях по поводу фишек. Может что-то вы знаете. И я это покажу и выведу ваш комментарий, вот так сказать, в люди. Вот так вот, смотрите. Вот так вот, типа, да. Ксена здесь соска, да. Вот, типа, вот такого типа. Ну и, конечно же, пожелаю всем хорошего настроения. Спасибо всем, кто смотрит. Но не забывайте про спонсорку. И посмотрите, что я добавил. Вот этих ребят, посмотрите. Это спонсоры. Но не забывайте, что вот тут вы также еще можете за спонсорку получить вот такие прикольные смайлы. И выделяться в чате. Это прикольно, друзья. Это прикольно. Ну, вот как-то так. Не забывайте зайти, посмотреть другие фишечки. Те, которые я уже показал. Там очень-очень много нового. Вы также можете, ребятки, узнать. Ну и, в принципе, все. Более мне тут вам рассказать нечего. Надеюсь, хоть что-то для себя полезненькое. Сегодня вы, в принципе, узнали. Влепите лайк за такие тесты. И все, ребятки. Все. Спасибо всем. С вами был Ксеназис. И до скорого. Парни, поможете, если что? Нормально. Подожди, меня видят тут. Я когда я к тебе подхожу, я даже не могу отойти потом. Я нажимаю и ничего не получается. Я, пацаны, смотрите на тени нападу. Наверное, не будет ожидать. Потом, помню.